И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. Вынужден вас всех огорчить, так как в данном видео мы поговорим с вами об объявленной Азербайджану и Турции, о поневоле, как вы понимаете, и России, в войне. При этом объявили данную войну, вы думаете, я снова заговорю об армянах, знаете, я заговорю об их хозяевах из Европы. Да, дорогие друзья, Азербайджану и Турции объявляет войну Европа, а также уже прислуживающей новым хозяевам Иран. О чем это я, спросите вы? Ну, давайте с вами перейдемте к первому в данном случае видео, в котором и пойдет речь о, в частности, объявленной, можно сказать, войне Европарламента в сторону Турции. Давайте послушаем. При этом данное видео вышло на канале РБК. Приступаем. Европарламент призвал Турцию признать геноцид армян в очередной раз. Соответствующий доклад был одобрен накануне. Авторы доклада, один из них испанский депутат Начо Санчо Самор, предлагают заморозить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. Парламентариев беспокоит враждебная внешняя политика Анкары. Речь идет об участии в конфликтах в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. С докладом согласились большинство, 450 человек, 64 против. Давайте остановимтесь. Сирии, Ливии и Карабахе. Очень интересно. И я объясню почему. Давайте начнем с Карабаха, учитывая, что это наша территория, территория Азербайджана. Почему Европарламент ничего не говорил о том, что на протяжении больше практически 30 лет эти земли были оккупированы, вооруженными силами Армении? Почему Европарламент молчал о глумлении, которое вытворяли представители армянства на азербайджанских землях? Почему Европе тогда было не до этого? Теперь в разговоре о Сирии и Ливии. Подождите, здесь тоже очень важный момент. А почему Европа позволяет себе участвовать в тех событиях в Сирии и Ливии, которые мы с вами можем в любой момент увидеть на различных интернет-изданиях, в различных интернет-изданиях? А Турции значит то, что можно Европе, нельзя Турции. И где это прописано? Ведь по идее, прошу прощения за шум, все страны мира равны, не так ли, по международным, так называемым демократическим принципам? Хотя о чем я? Когда эта Европа была демократичной? Достаточно посмотреть на безалаберную работу такой организации, как ОБСЕ, ООН и прочих. Там демократии и не пахнет. Франция, в частности, обвиняющая Турцию на протяжении многих лет в так называемом геноциде армян, молчит о тех геноцидах, которые совершала сама Франция. А почему? Если вы уж судите Турцию, то осудите и себя. Не так ли? Давайте продолжим и перейдемте к уже объявленной войне со стороны того же самого Европарламента в сторону уже Азербайджана. Давайте послушаем. Европейский суд по правам человека признал власти Азербайджана виновными в пытках блогера и журналист Александра Лапшина. В суд Страдбурге обязал выплатить Лапшину 30 тысяч евро. Все началось с того, что в 2011 году Лапшин посетил Нагорный Карабах. Спустя несколько лет его задержали в Беларуси по требованию азербайджанских властей, экстрадировали в Азербайджан и уже там обвинили в незаконном пересечении границ. Давайте остановимся. Так. Значит, первый вопрос, который у меня возникает к ЕСПЧ. Где была данная организация, когда сам президент так называемой Армении признавался в том, что именно Армения и армянство совершили геноцид в Ходжалах? Почему в этот момент Армения не была осуждена международными инстанциями, в частности ЕСПЧ? Почему так называемый Европарламент молчал о преступлениях армянства против азербайджанских военнопленных, в частности, о мирных жителях, которые попали в плен к армянам, детям? Но нет. Тогда Европейскому парламенту было не до этого. А сейчас, словно бы по приказу сверху, Европарламент стал давить на двух ближайших союзников России, Турцию и Азербайджан. Теперь у меня возникает вопрос после этих давлений. А что же Армения, которая является союзником, Россия аплодирует Европе? И неужели Россия этого не видит? Вопросы крайне важные, не так ли? Но давайте пойдемте дальше. Всем этим событиям не мог не обрадоваться сам Лапшин. Конечно же, он начал глумиться над президентом Азербайджана. А как же иначе? Ему ведь и платили изначально за то, чтобы он провоцировал, Тире портил отношения между международными инстанциями и Азербайджаном. Он, так называемый проект Лапшин, для этого и был запущен. Кстати, по не более, опять-таки, хочется задать тем евреям, которые сейчас говорят о том, что Азербайджан плохо относится к Израилю, Задать простой вопрос, крайне простой. Когда мы слышим, тире включаем российское телевидение, кого мы смотрим, кого мы лицезреем на этих экранах? Не только же представители армянства, но и евреев. А также в интернете на многочисленных ресурсах мы лицезреем Лапшина. Разве это не евреи? Но разве когда-нибудь Азербайджан в связи с этим бросал камень в адрес еврейского народа, в адрес Израиля? Нет. И не собирается этого делать? Потому что в любом народе и есть такие, в кавычках, нелюди. Я мог бы напомнить так же, как в начале конфликта армянство вовсю поддерживало крайне спорная личность, потому что в ней все-таки, на мой взгляд, были еврейские корни Боннер, а также Сахаров. Данный список я мог бы продолжить, но разве в те годы Азербайджан кусал еврейский народ в связи с этими, в кавычках, недоевреями? Такого не было. Хотя именно эти личности и стояли за раскачкой того, что мы сейчас имеем. До недавнего времени имели, если быть более точным. Не так ли? Поправьте меня, если я в чем-то ошибаюсь. И дело не в Соловьевых, это крайне такие пустые места. Я говорю о более крупных, о Боннер. И о ее, в кавычках, еврейском круге. Разве я ошибаюсь? Но давайте продолжим. Всем данным заявлением, исходящим из Европы, конечно же, обрадовались и так называемые, в кавычках, власти, в так называемом Степанакерте. Турцию и Азербайджан наказали. С Турцией и Азербайджана требуют. Но почему я опять задаюсь вопросом, и почему это не задают себе вопрос армяне? Неужели с вас не за что спросить? Задумайтесь над этим вопросом. Гугарк, Аскиран, Кафан, Ходжалы, Карадаглы, несколько сел в Кельбаджаре. Во что превращен Агдам? И Европарламент молчит? Вас не смущает? Вас, даже армян. Должно же смутить? Почему это так? Как я уже сказал, не только Европа, но и Иран объявил Азербайджану войну. Нет, не войну с оружием в руках, хотя мы и соседи, и Иран мог бы и это осуществить. Нет. Это так называемая нарковойна. В частности, на территорию Азербайджана стали проникать десятки тонн героина из Ирана в Азербайджан. Как вы считаете, куда после Азербайджана часть этих грузов должна была проникать? В столь дружественную для Ирана Россию. Не так ли? Почему я акцентирую ваше внимание на данном аспекте? Потому что десятки тысяч тонн героина навряд ли были приготовлены только для Азербайджана. Это прежде всего грузы для России. А с чего Иран увеличил наркопоток, тем более уже героина? в Россию через Азербайджан? Ну, потому что мы сами видим, как ведет тире какие заявления делают нынешние хозяева Ирана. Это Европа, которая, как вы понимаете, в большей своем политическом направлении прислуживает США. Не так ли? А США с Ираном сейчас затеивают некую совместную игру. Или я ошибаюсь? Но давайте не будем останавливаться на этом. При этом каждое мое слово, как вы можете заметить, всегда подтверждается статьями. А мы с вами переходим к следующему видео. Да, в этот раз к видео. На фоне всего того, о чем я уже успел вам поведать, крайне смешно выглядит заявление Сергея Кургиняна, который продолжает с пеной у рта заявлять о том, что в скором времени буквально, практически начнется война между Турцией и Россией, что и при этом он утверждает, что именно Запад, тот самый Запад, который открещивается от Турции, будет являться главной силой, которая будет травить Турцию на Россию. Не смешно ли? А может быть, наоборот, в качестве этой самой условно назовем силы будут использовать Иран? Почему нет? Тем более Иран сближается с США. А вместе с Ираном возможно к этому примкнут и нынешние условные союзники из Армении. На территории их ведь республики находится самое большое американское посольство. Не так ли, Сергей Кургинян? Но давайте с вами послушаем заявление данного гореэксперта. Я о нем был раньше более высокого мнения. К сожалению. с последней позиции совершенно согласен. Потому что мне кажется, что странным образом, а я совсем не так комплементарно отношусь к власти, но странным образом на Ближнем Востоке удалось пока что как-то со всеми разговаривать. Правда же, да? С аудитами и всеми прочим. Какой-то разговор идет с Израилем и отношения лучше некуда. С каким-то Палестиной и всем прочим. Опять-таки с Ираном, с Турцией но мы целуемся так, как мне кажется было бы опасно целоваться. Но это делаем и все это существует. Я только одно хочу здесь добавить, что это ненадолго. Это не может быть стратегической константой, к сожалению. Ненавижу. Да, вот насчет вечного это когда, поскольку, пусть вы сказали с самого начала, нет ничего нового под луной, да? Я хочу напомнить, уж какой конфликт был между еврейским народом и Германией и тем не менее мы сейчас видим, что Германия поддерживает Израиль больше, чем какая-либо другая европейское государство. Так о чем это он? Все в этом мире меняется. Враги становятся друзьями, друзья становятся врагами. Не так ли? Но мы продолжим некоторое время прослушивать заявление Сергея Кургиняна. Хочется подтвердить, но с другой стороны ядерное оружие возникло с одной стороны, а также если нет ничего нового под луной, то надо написать эту фразу и больше не писать ни книг, ни докладов, ни телевидения. Нифига нового и совсем нового. Это новое будет такое. Воевать нам придется с Западом, который будет наузкивать на нас халифат. Вот это будет формула войны. Запад не пойдет сам первой шведкой. Он будет наузкивать этот халифат, беря его от себя. И самый опасный для нас вид халифата это, конечно, турецкий. Потому что мощная держава в НАТО и с какими-то видами вооружения и всего прочего это опасно. Нам придется готовиться к этой войне. Сколько угодно можно дружить, обниматься, но будущее вот это. И сделает это Запад. Вы сами слышали. После этого говорить о Сергее Кургиняне как о эксперте, но не приходится. Он словно бы ослеп и не видит, что Турция полностью отошла от Европы, полностью отошла от Запада. Да, она стремится в ЕС, но стремится в ЕС как главный игрок, а не как служанка, которую можно натравливать. Это так, к сведению. Поэтому Турцию и не берут в ЕС. Потому что давайте представим вступление громаднейшего государства в ЕС. Она подогнет под себя все. Тем более с поддержки Германии и Англии. вы сами представьте себе и ответ тогда в отношении того, почему Турцию не принимает в ЕС становится однозначным. Она объединит вокруг себя сильнейших игроков, не считая Франции. Вот причина. И при этом этот новый союз на территории ЕС сможет полностью противопоставить себя США. Вот почему США кстати будет скажем так введя свою теневую политику не допускать вступления Турции в ЕС. Вот почему обратите внимание США так называемый президент США Байден признал так называемый геноцид. Он уже дал понять кто стоит за тем чтобы Турция не вошла в ЕС. Он уже указал буквально пальцем в свою сторону и в сторону своей державы. Но давайте опять-таки не будем останавливаться на этом. Крайне интересно в связи со всей этой политической гаммой цветов выглядит в частности взаимоотношения Минской группы ОБСЕ и Азербайджана. Ведь ни для кого не секрет, что ОБСЕ находится под тотальным контролем тех же самых США. И Россия, Франция это можно сказать в данной системе являлись марионетками. Не так ли? Почему кстати Путин и решил скажем так обойти ОБСЕ и сыграть свою партию? Потому что в ОБСЕ Россия ничего не весила и ее голос ничего не значил. Но интересно другое. Как вы прекрасно осведомлены США выступает против Турции. Но за последнее время эти же самые США подбрасывали сладкие косточки Азербайджану. В частности о отсрочке действия 907-й поправки касающейся поставок оружия Азербайджану. И сейчас видимо были какие-то переговоры между властями Азербайджана и Соединенными Штатами Америки. Ведь неспроста и здесь я со Станиславом Тарасовым соглашусь Ильхам Алиев дал еще один шанс ОБСЕ. Ведь навряд ли это было просто так. То есть Америка и ее служанка Франция пообещали нечто в поддержку Азербайджана. вопрос только в одном что потребуют взамен вопрос интересный потребовать могут все что угодно и выступление против России и охлаждение отношений с Турцией и так далее здесь они ничего не могу сказать поэтому мне хочется этот вопрос адресовать вам как вы считаете что от Азербайджана потребует США за те или иные шаги в поддержку Азербайджана при этом на фоне в общем-то охлаждения отношений и мы это тоже с вами видим между Европой и Турцией и Европой и Азербайджаном как вы думаете что же такое действительно обширное может предложить США переходим к следующей статье Ильхам Алиев обратился к руководству Армении Азербайджан готов к мирному соглашению с Арменией данная статья можно сказать будет являться переходной статьей к последующей моему видео которое я посвящу приграничному терридемаркационному вопросу между Азербайджаном и Арменией ведь подписание мирных договоров с Арменией невозможно без демаркации границ иначе мы можем встретиться с многочисленными проблемами внеочередными забросками армянских террористов на нашу территорию нам необходима граница жесткая четкая четко прочерченная опять-таки если кто-то со мной не согласен и считает что можно пойти вначале на сближение а потом на демаркацию пожалуйста попробуйте скажем так описать свое отношение ну а мы продолжим последняя статья опять-таки заранее прошу прощения если будут слышны шумы крики здесь просто неподалеку дети но речь не об этом последняя статья посвящена тому что Армения действительно испугана в частности армянская так называемая оппозиция в особенности теми договорами о которых в частности заявил Ильхам Алиев и на которые в общем-то несмотря ни на что идет Пашинян хотя и притормаживает периодически подписание данного договора и об этом мы также поговорим в следующем видео на моем канале вы же можете ознакомиться пока со всеми теми тенденциями которые вызвал слух пока слух о якобы имеющемся новом договоре между Азербайджаном и Арменией какую реакцию это вызвало в Армении статья достаточно немаленькая я же на этом пожалуй заканчиваю данное видео всем до свидания дорогие друзья всем пока всегда ваш Сеидов Камран не забудьте подписываться на канал те кто не подписаны те кто подписаны проверяйте подписку да добро пожаловать конечно новым моим подписчикам не забудьте также поставить лайки либо дизлайки поделиться ссылками на мои видео в соцсетях приглашать своих друзей и знакомых всегда ваш Сеидов Камран до свидания